Вопрос такого плана. Многим известно, что в начале февраля текущего года сначала Соединенные Штаты Америки, а после Российская Федерация приостановили свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Разрешите узнать ваше личное мнение по поводу данного шага и то, как эта ситуация может отразиться на безопасности Республики Беларусь. Спасибо. Вы это знаете исключительно из средств массовой информации. Я тоже это знаю из средств массовой информации, но и чуть-чуть больше, поскольку мы недавно на встрече с президентом Путиным, а это касается непосредственно, как вы сказали, России обсуждали эту проблему. Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в средствах массовой информации. Я верю россиянам, что они не нарушали этот договор. Но когда начинают говорить о каких-то там ракетах и показывают и американцы, и западники, я чуть-чуть начинаю сомневаться и искать ответ на их обвинение в сторону России. Но информации в этом плане у меня нет. Она скрыта. Ее знают ограниченный круг людей. По поводу вообще ДРСН, ракетах средней и малой дальности, это катастрофа, особенно для нас. Некоторые в России говорят, но это прежде всего против Китая, потому что у Китая больше всего этих ракет. И, конечно, этими ракетами через Тихий океан их не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана, это Корея, Япония и свои базы американские, которые там созданы. Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом, сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо вместе с Россией будет думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А еще хуже будет, если эти ракеты будут размещены, не дай бог, гипотетически пока на территории Украины. Поэтому мой ответ на твой вопрос однозначен. Я категорически против. Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых мы всегда страдали. Поэтому нам не надо вот эта бойня, не нужна эта драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и малой дальности.